Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости в студии Алина Сазонтова. Главные темы сегодня – возложение цветов к вечному огню в день неизвестного солдата. Мы должны помнить, чтить и, соответственно, передавать молодому поколению то, что было сделано нашими дедами и прадедами. В Десногорске заработала единая база данных по медицинским препаратам. Потому что с поступлением практически всех медикаментов, особенно тех, которые для лечения новой болезни, их нет. 3 декабря Россия вспоминает подвиги неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам Отечества. До сих пор в местах сражений, в том числе и на Смоленщине, находят солдатские могилы. Некоторые красноармейцы обрели свой покой на Кургане Славы. Здесь же состоялось возложение цветов ко дню неизвестного солдата. К вечному огню были возложены цветы и венки главой Десногорска Андреем Шубиным, сотрудниками городской администрации, предприятий, представителями региональной власти. Дань памяти воинам отдали и молодёжь Десногорска, представители волонтёрского движения. Торжественная церемония была завершена минутой молчания. Для всех жителей нашего города это место не просто святое, потому что здесь захоронены и погибшие воины. И мы должны помнить, чтить, ну и соответственно передавать молодому поколению то, что было сделано нашими дедами и прадедами. Курган Славы в Десногорске по-прежнему остаётся знаковым монументом в память о героях Великой Отечественной войны. Последнее время мемориальный комплекс переживает значительное обновление. Частью масштабной реставрации стал музей под открытым небом, а также вечный огонь. Куратором мемориального комплекса является депутат Смоленской областной думы, житель Десногорска Михаил Лосенко. Как решить проблему дефицита некоторых лекарств на местном уровне, обсуждали 25 ноября в здании администрации Десногорска. Совместно с представителями аптек и медсанчасти города было решено создать единую базу данных медицинских препаратов. Таким образом планируется снизить неудобства как для терапевта, так и для пациента. В данную площадку вносятся лекарственные препараты противовирусные, антибиотики и вспомогательные средства. Сюда относятся витамины, лидокаин, шприцы. Спустя неделю от принятия решения к единой базе данных медицинских препаратов Десногорска уже есть доступ как у аптек, так и врачей местной больницы. В таблице можно увидеть наименование препаратов в наличии и узнать, в какой именании аптеки. Соответственно, терапевт назначает пациенту то лекарство, которое он точно сможет купить. Руководители аптечных пунктов будут вносить наличие лекарственных препаратов ежедневно. И врач, когда выписывая рецепт больному, будет уже информировать больного о том, где он может приобрести данное лекарственное средство. Данные для доступа были адресованы всем городским аптекам. Пока же подключиться к информационному ресурсу решили шесть из них. Эта мера добровольная и говорит скорее о желании местных предпринимателей быть ближе к своим клиентам. Чтобы народ не бегал, не искал, не ходил, потому что с поступлением практически всех медикаментов, особенно тех, которые для лечения новой болезни, их нет. Получится ли такой инициативой облегчить жизнь горожан и врачей, можно будет судить через некоторое время. В конце выпуска о погоде. 4 декабря в Десногорске переменная облачность, возможен снег. Днем минус один, ночью до минус трех. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!